Друзья, вы думаете, почему с Амелье ходят такие довольные по улицам? Потому что они знают маленькие секретики. Одним из них я с вами сегодня поделюсь. С вами Артём, вы на канале Капля в море. Поехали! И один из таких секретиков — это вот эти прекрасные восьмёрочки. Каждая бутылка 0,5 стоит дешевле 200 рублей. Но сначала я хочу высказать своё искреннее восхищение человеком, который придумал дизайн этих бутылочек. Боже, вы посмотрите, как это сексуально! Какие формы, какое оформление! Её же хочется просто обли... Я задумался. Бюрнье, учитесь! Красивую бутылку и пить приятно! Так, значит, восьмёрочки — это совсем молодой проект «Кубань вино». Про него у меня уже был отдельный ролик. Первый розлив произошёл в 2019 году. Тогда это были ещё бутылки 0,7, но, по-моему, они так и не попали в продажу в масс-маркет, в магазины. Я чудом урвал себе все три бутылки с одной дегустацией тогда. И они меня впечатлили, восхитили. Это было супер вкусно. Как же я был удивлён, когда в прошлом году я увидел эти же восьмёрочки «Новый урожай», «Новый розлив» за 145 рублей в пятёрочке. За бутылку! Да тут само стекло с печатью с оформлением стоит дороже, мне кажется, чем 145 рублей. И вот сегодня, наконец-то, я нашёл свежий розлив, новый релиз. В чём прикол? Это низкоалкогольное вино. Каждая бутылка — всего лишь 8 градусов алкоголя. То есть это практически как пиво, только намного вкуснее. Как же нам заставить виноград сбродить до всего лишь 8% алкоголя? А давайте мы его соберём до его полной зрелости. Вот пока он не набрал достаточное количество сахаров внутри себя, и тогда мы запустим ферментацию, дрожжи съедят весь сахар и выделят всего лишь 8% алкоголя. Именно это придумали делать в Кубани вино. И пишут на своих бутылках, что это 8% натураль. Но это не те натуральные вины, про которые я рассказывал в ролике про пятнаты, например. А имеется в виду, что это натурально сброженные 8%. То есть они никаким образом не останавливали искусственное брожение, никаким образом искусственно не вытаскивали из вина лишний сахар. То есть всё это сухое вино, всего лишь 8% алкоголя, без всякой химии, естественным путём сброженные. Да что я вам говорю, давайте пробовать. Начнём с первого. Это шардоне — белое вино. Вообще все эти три бутылки нужно пить из бокала для белого вина. Да-да, даже красное. Выпускается этого релиза, этих вин, судя по всему, очень мало, потому что их выкидывают на рынок и уже через месяц их не найдёте. Поэтому сейчас все собрались и побежали в магазин искать эти бутылки, пока они ещё где-то есть. Они действительно за месяц заканчиваются в продаже и приходится ждать следующего года нового урожая. Итак, шардоне. Очень ароматно. Дынно-ананасно так. Как будто какое-то классное бочковое шардоне. Ну, только оно не бочковое, оно свеженькое. Действительно, просто тропики, тропические фрукты. Друзья мои, я вам клянусь, это невероятно вкусное вино. За сущие копейки, я не знаю, за 500 рублей, за 500, за 200 рублей ничего вкуснее, да? За 500 рублей ничего вкуснее не найти. Это восхитительный вино. Я не знаю, как они это делают. Во вкусе очень звонкое, очень минеральное. Такое покусывающее немножко язык, как будто бы остаточной газации. Такое же фруктовое, такое лёгкое, такое свежее. И при этом совершенно не алкогольное. И это ощущается, оно лёгенькое, оно классное, оно вкусное. Давайте следующее. Следующее вино у нас розовое Мерло. Ну, какие бутылки, господи, это... В зал славы оформления бутылок они заслуживают. Итак, розовое Мерло. Пробуем. Ах, оно даже немножко действительно с газацией такой остаточной. Вот здесь аромат не яркий. Он какой-то... Какие-то розы. Может быть, ароматные персики такие свежие. Действительно, какая-то роза и персик. Я вот так описал это вино. Они не сложные, не комплексные, они просто для наслаждения. Пробуем. Такой же свежий, классный, лёгкий, сочный. Во вкусе, я бы даже сказал, какой-то гриппфрут превалирует, наверное. Такой немножко кисловатый, горьковатый гриппфрутик. Здесь уже ощущается, что это вино не белое. Вот чуть-чуть такая вот краснинка какая-то. Оно не тонинное, но оно вот какое-то вот чуть более, может быть, ягодное. Чуть более какое-то терпкое. Терпкое, я бы так вот сказал. Давайте дальше. Ну, его величество, каберне-савиньон. Красное, которое я тоже налью в бокал для белого вина. Вас это не должно смущать. Я вам рекомендую поступать точно так же. Какой сочный цвет, друзья мои. Я вам попробую показать. Посмотрите, какая красота. Боже мой, это просто смородиновый сок, черносмородиновый сок. Вот красные каберне, они, наверное, всегда мои фавориты. Здесь ощущается такая сливочность, плотность. Здесь даже ощущается немножко какой-то анималистики. Я даже не могу сказать, что. Давайте забудем про анималистику. Здесь скорее больше сливочность, крем-брюле. Легкая-легкая ягодность. С ягодным топпингом сверху. С сиропом клубничным, может быть. Или вишневым. Да, давайте так и оставим. Это шарики мороженого с вишневым сиропом сверху. Потрясающе. Это потрясающе пахнет. И это также потрясающе во вкусе. Оно чуть-чуть тонинное. Оно как бы чуть-чуть говорит о том, что я красное вино. Но оно легкое. Оно свежее. Оно ягодное. Даже как будто какое-то немножечко дубовое. Но, конечно же, вряд ли их выдерживали в дубе. В общем, это вино. Которое, когда я вижу в магазине, я скупаю все, что стоит на полке. Весь ряд. Просто стоят они очень дешево. А эмоции они доставляют массу. Так что, друзья мои, я вам искренне рекомендую, пока они есть в продаже, отныне и все последующие года, ищите осенью восьмерочки в магазине и покупайте. Всего вам доброго. С вами был Артем. До новых встреч. Пока.